четыре видите да 4 2 трешки выскочу диман ждем очередную щелку куда заваливались монеты диман щелку все ищет ну ладно надеюсь щелка будет будет цариц поле это самая дорогая монета ну я не считаю разновиды которые встречаются я даже не поверил 1710 год да зачем вот этот краник вот эта верхняя часть и там еще рукоять от самовара короче самовар целый собираем вешки вообще зачет вот так вот готова вот этого пусть готов к труду и обороне итак ребят доброе утро я проснулся минут 10-15 заварил себе завтрак пацаны уже пришли как бы на обед уже наверное по времени сколько время цены в общем 10 часов поспал я души прям классненько поспал лег позже всех но проснувшиеся ребята мне сразу кричат сенсация да ребят симфонии у нас не просто шикарно охвата действительно сенсация такое в руках я не держал такой в руках я никогда наверное и не подержу за исключением сегодняшнего дня в интернет просторах тоже не видел шикарный знак полковой знак и прям превосходный сохран откопал его михалыч так что сейчас позавтракаю и отправимся туда он на шурф шурф интересная тем что как бы монет нет но находки кое-какие очень интересны вот так что сейчас приятного мне аппетита ну и всей честной компании и я вам покажу ту саму сенсацию изюминку этого нашего сегодняшнего выхода класс и так ребят находимся мы в центре деревни и по-видимому находимся на фундаменте пожарника почему сейчас поймете находки прям сами за себя говорят так что монет здесь нет да михалов а все-таки были дома нету но находка здесь одном прям просто сногсшибателя вам сейчас покажу вон кучка шмурдика шмурдяк это михалыча ну что у нас тут по шмурдяку интересно вот такой набор немецкий голова какая-то знаете барышня сразу видно барышня вот такая вот латунная фиговина чего не знай предположение есть нет тоже не знаю это у нас должны представлять либо телефонный звонок либо звонок оповещения о пожаре дальше что у нас тут вот такие вот то ли нижняя часть тыльник от сабли может быть может быть от кинжала непонятно бутылочки здесь всякие так это у нас тоже какая-то лепнина вот и вот самое что интересно ребята вот это баба это сегодняшнее просто-напросто ребята бомба шедевр пожарная охрана ребята знак возможно полковой какой-то видите на обрамление царская корона здесь какие-то вензеля не знаю что за вензеля давайте вместе посмотрим поближе вроде как буква а имеется но какие-то еще тут вензеля непонятные справа п.о. а слева и р. ну п.о. наверно пожарная охрана а вам любопытно что мы откопали на этот раз вещь очень интересная из истории а в руках у меня нагрудной отличительный знак императорского российского пожарного общества также имеется и нагрудной знак с 8 июня 1901 года императорского российского пожарного общества и р.п.о. образовано 14 июня 1892 года отличительные знаки императорского российского пожарного общества были золотыми серебряными и бронзами каким и является наш экземпляр право ношения золотого знака было дано почетным членам и благотворителями серебряный знак был дано пожизненное тем кто входил в состав правления начальников команд и цехмейстеров городских пожарных обществ наш знак бронзовый право ношения дано отдельным лицам состоящие действительными членами общества а также всему личному составу пожарных команд и дружин что же из себя представляет знак венок из дубовых и лавровых ветвей с императорской короной наверху и сложные ленты внизу в середине буквы в и а великий князь владимир александрович роман почетный председатель пожарного общества шефа пожарных после его смерти 1909 году обязанности почетного председателя и рпо перешли к великой княжне марине павловне в связи с чем поверх аббревиатуры в а легла литера м ее личные вензеля и 27 января 1912 года этот знак был высочайше утвержден слева на ленте буквы и р и справа б о императорское российское пожарное общество в середине два скрещенных пожарных топора с наложенной пожарной каской членами пожарного общества находяющиеся под покровительством особ дома романовых стремились стать состоятельные люди в 1894 году первого председателя общества графа шереметьево сменил на его посту князь александр дмитриевич львов знак вручался за отвагу на пожаре или беспорочную службу в городских пожарных команд были и другие знаки но это совсем другая история надеюсь вам понравился исторический факт и находка в целом с вас лайк и возвращаемся на коп приятного просмотра вот такая вот ребята сегодняшняя бомба в нашем видео я первый раз и наверно последний деду михалыч она будет чистится и продаваться до михалыч нет оставь себя дома он ты чё ну по крайней мере повторных я сомневаюсь что повторную можно откопать класс вещь вообще зачет с этого фундамента еще была бутылочка с орлом дима на ее забрал в машину так что такой фундамент уже потихоньку присыпается пацаны добивает участок и буду заканчивать диман пошел по верхам посмотреть виталек за кустами что-то пытается там найти я думаю надо искать новый перспективный чтобы остаться на ночь пацаны здесь сделали прям настоящие археологические шуфы вот здесь яма здесь яма там яма и там яма фундамент на четверых и дал всего-навсего вот эту хрень вообще ничего интересного ребят вот ковыряет его уже несколько часов так это бутылочку посел так что один царик третий год копейка затем еще где-то был царик 1 2 где-то 1 2 виталика 1 2 здесь двушечка 29 это нас свистулька вот это у нас предполагают что серебряная ложка вот вроде как звезда нулю здесь вот видите белая и с обратной стороной какой-то овальная крема не знаю не вижу через объектив не знаю может быть серебро ну короче ничего интересно и 1 2 николай где там еще завалялась и всех и все ну подвесочка ладно здесь вот еще ребята вот эта фигурина здесь лежит неспроста женьки и специально отложил смотреть имеется клеймо пахтер пахтер буквка ядь в конце видите вахтер какой-то вахтер это труба ребят печная труба такие часто на советских видно встречаются это видите клеймо с буковкой ядь царизм пацаны что-то задачились задумались чего делать ну и чего делать куда туда к этому перекату искупаться да и там пару фундов а там не был моста куда-то вот туда ребят хотят и он по ходу выходил как раз на итак ребят на этом будем заканчивать свой видеокоп сегодня получилось в принципе вернее вчера ночью получилось вообще шикарно ну как шикарно набили немножко монеток сейчас я вам покажу количество не не пусто но и не густо место под конец копа приехали вообще зачетная позади меня вон речка представляете речка и вот здесь вот фундамент вообще огонь покопал искупался покопал искупался сейчас легкий обед до легкий обед сейчас до шик покушаем супа решили не варить и поедем ребята покопаем еще в одно местечко по стрине вот так что если пацаны согласятся всей толпой туда отправимся еще покопаем если интересно продолжение будет ну а сейчас конечно самое вкусное обзор того чего мы нашли по находкам ребят у нас получилось не особо густо как-то вот так вот в общем планом снимаю по монетам все банально все банально вот только могу от из царей медных отметить вот такая вот сожалению утраченная двушка александра интересно то что год не видно но с уверенностью могу сказать что 1810 год пчелка дальше очень интересная маниста большая сегодня несколько экземпляров манист вот счетный жетон и чуть больше вам покажу вот эти вот манисту одно интересное так в основном советы несколько царей наверное с десяток царей всего по сопутке какая интересная ребят вот такой краник от самовара очень красивый очень и по запчастям собирали другой самого раз часть 2 часть 3 часть вот и там еще была рукоять рукоять от самовара по сервизу чего у нас вот так вот предполагаем что это серебро это неизвестно дальше говорят что вот это серебро вот такая свистулька зачетная за менталлопластики интересный вот такой богатого знак вообще классный кстати михалычинского затем вот такая вот ребят я не успел заснять как и ошка поют но вот здесь смотрите крышечка открывается и там внутри видно конструкцию самой зажигалки фитиль ребята хоть час заливая туда бензин и будет гореть тоже михалыч отыскал дальше что у нас было вот такое колечко с двумя камушками красный и белый красиво по советам вот такое количество получилось и наземная монетка попалась у нас это румыны 1906 год так по сопутки две пуговки интересные ребят орляночка но орляночка видите с ободками не часто такие пуговки отрызгал отыскиваются вообще вот одна здесь вот по моему железным ушком а другая с медным классные пуговки вообще зачетные у меня таких нету вот такой еврейский знак это у нас ремень был ремень по стеклу сегодня было много я не брал стекло потому что там все банальные микстуры но вот такую царской символикой вообще зачетно на целое даже упакована внутри субстанция даже смотрите она там плавает интересно что за яд так дальше что у нас вкусного ну царики ладно банально банально царик 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 по серебру у нас тоже немножко сегодня получилось неплохо вот это интересная монетка 5 копеек 5 копеечный монет вообще я считаю что они все практически все дорогие все зависит от года будет цена вообще маниста вот такая вот интересно тем что это серебро вы видите да мы терли терли но ничего страшного из-за того что мы терли об лопату просто сигнал был ребят не серебряный а непонятный советский сигнал дальше двадцатка тоже царская год тысяча восемьсот шестьдесят девятый вот такая вот двадцатка и вот это интересно и вот тоже михалыч откопал я он даже не знал что это серебро я говорю если с дыркой значит серебро начал тереть 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 и появилась ребята вот такая зачетная зачетная красота орел если не ошибаюсь это полтина до полтина красивая была монета с другой стороны у нас что-то затерто но они все такие затертые монисты с одной стороны потому что об одежду трутся об тело а вот этот сверху постоянно рвы вот ну и давайте перейду к самой вкусной сегодня сенсации это конечно же ребята вот такой вот знак вещь вообще бомба вообще красота у михалыча руки есть он его сделает очень очень вкусную очень вкусно если михалыч успеет его почистить для того как видео выложит я прикреплю результат чистки реставрации михалыча руки из нужного места ну как-то ребят вот так вот мы откопали это у нас была ночь ночью откопали потом все встало время сейчас обед и мы собираемся покопать по стране если интересно то продолжение может быть будет следующем видео а может и к этому приложим так что ребята все всем пока до новых встреч и так ребята доехали мы до нашего леса где мы будем ходить по старине не знаю что у нас из этого выйдет надеюсь хоть один наконечник из нас четверых найдет до пятерых кто-нибудь найдет фортовых здесь много так что я думаю продолжение видео будет так что приятного вам просмотра итак ребят и у меня первая находка которая стоит вам заснять это вот такой вот ребята старинный нож нож старинный длинный смотрите лезвие длинная рукоять короткая и плюс рукоять за точно под копье под наконечник острый ребят до сих пор острый вот такая находка это ребят у нас древний наш между прочим нож символ и необходимость нож был и остается одним из самых важных предметов которые сопровождают человека на протяжении всей его истории и наш нож не простой а нож воина боевой клинок примерная датировка 10 13 век но я могу ошибаться также трудно определить владельца этого ножа из какого народа он был так как технологии изготовления форма оружия бралась у других народов были добыты в боях так что наш нож мог быть и монгольским хазарским булгарским и даже славянским рассмотрим ножи с точки зрения их функционального назначения первый тип это хозяйственный кухонный нож характерные признаки этих ножей ось рукояти параллельно прямой обуху клинка второй тип это хозяйственный столовый нож отличается от первого что были более крупными и длинными такие ножи также могли использовать и в охоте третий тип это рабочий столярный нож лезвие изогнуто вниз четвертый тип это рабочий сапожный нож они имели массивные широкий и короткий клинок с плавно загнутым концом и наконец подобрались к нашему ножу пятый тип боевые ножи то что ни с чем не спутаешь в этих ножей длинный клинок с массивным обухом рукоять как правило тоже массивное с длинным черенком конец клинка боевого ножа на 20 40 миллиметров имеет обоюдную заточку что облегчает нанесение им колющего удара вот такая у нас интересная находка да кстати далее мы найдем еще пару ножей и вы уже можете определить какие типы ножей мы отыскали пишем свои варианты ответов в комментарии а сейчас возвращаемся искать историю витальку прет то что я хочу найти он отыскал правда он согнул его видите да свежесть и загиб ну как-то такой вот не трахнут лопатой вот это чистые ребята монгол золотая орда классный классный экземпляр в очень шикарном сохранил и говорите откуда такой сохран юркин код ну вот и земли ребят вот из такой земельки такой сохран а то мне часто пишут когда я пишу копаю по стране ой подложили ёшкин кот сохран такой не может быть ребята вот видите кого только что выпущены из из лука ешки твойная это средний ребят этот свой средний творишь такой вот ёшкин к и снова монгол вот и так у меня идет вот он и такие нахать здоровый лопасть средний он его тоже лопатой засадил вот он хоть хвостовик не сломал вообще зачем веке у всех восточных народов лук и стрелы были важнейшим дальнобойным оружием лук и стрелы использовались конными кочевниками сибири и восточной европы наш наконечник монгольский это мы определили по его форме имеется большое количество разновидностей наконечников в основном преобладает так называемые срезни разной формы и размера они применялись не для пробития брони а предназначались для нанесения глубоких ранений приводящих серьезным кровопотерям у воина или его лошади встречаются и голодовидные наконечники они идеально подходили для раскладывания результативного пробития деревянных щитов и пробивания шлемов воина про дембойные наконечники говорят сами за себя для пробития кольчуги пластических доспехов в итоге этот тип наконечников вытеснил практически полностью наконечники срезни надеюсь информация была полезна продолжаем и возвращаемся на куб